На интерактивном столе мы можем изучить вулкан в разрезе. Увидеть извержение вулкана в 3D, полезные ископаемые и рассмотреть достопримечательности столиц мира, не покидая класс. В 38-й гимназии на уроках географии не ограничиваются бумажными картами и атласами. У каждого в руках планшета столы с интерактивными LED-экранами. Логистику транспортной инфраструктуры разработала в своем проекте десятиклассница Ульяна Козак. На четырех таблицах интервалы и регулярность движения, доступность и количество подвижного состава. Свой проект гимназистка уже презентовала специалистам организации «Столичный транспорт и связь». На ней представлены различия обеспеченности транспорта в городе Минске. Красными зонами показаны там, где у нас транспорта не хватает, интервалы очень большие или другие проблемы. А зелеными зонами показаны там, где у нас транспорт хороший и люди могут спокойно перемещаться. Рациональные изобретения и полезные инициативы школьников на этой неделе отметили на уровне города. Почетные награды и денежные премии получили 100 учеников. Все они победители творческих конкурсов, республиканских олимпиад и научных конференций. Лучшими в математике второй год подряд стали учащиеся в 41-й гимназии. Это было больше как хобби, но потом оно вытеснило все остальные хобби. То есть я был каратистом, еще на плавание ходил, но потом времени только выходило на математику, и сейчас я занимаюсь только ей. Одноклассники Павел Иванин и Александра Новик, медалисты республиканских олимпиад, призеры международных конкурсов в Баку, Флоренции, помимо фундаментальных наук изучают живопись. Гимназия с художественным уклоном. В геометрии иногда нужно придумать дополнительное построение, такое, что будет все потом просто как бы следовать. И возможно это в какой-то степени связано с рисованием, с архитектурой, с графикой. Почему дети с удовольствием занимаются изобразительным искусством, а при этом занимаются математикой? Потому что геометрии без пространственного воображения не бывает. И значит очень важно грамотно подобрать вот эту дополнительную составляющую, чтобы был результат. А здесь ноты складываются в мелодию ее успеха. Юлия Можиловская также в сотне лучших школьников Минска. Лауреат международных песенных конкурсов, финалистка национального отборочного тура на детской Евровизне, связать свою жизнь решила с журналистикой. И уже два года выпускница 13-й гимназии целенаправленно готовится к поступлению. Надо в первую очередь думать о своей будущей профессии. То есть тебе надо заниматься больше учебой, собственно, чем я и занимаюсь. Поэтому, а так как я выбрала сферу журналистики, как свою будущую профессию, то, естественно, журналист это тот, кто разбирается во всем. Поэтому как бы надо и разбираться во всем, надо учить все предметы. Они покоряют лучшие вокальные площадки, решают тригонометрические уравнения и разрабатывают транспортную логистику. Талантливые и одаренные молодые люди не просто саморазвиваются, а помогают создавать новый имидж столицы. Юлия Токаря и Юрий Тиханович о школьном Олимпе в твоем городе. Поем вместе с нами, танцуем вместе с нами.